МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Алена Ефимова. Каникулы закончились, и вокруг снова царит рабочая атмосфера, которую разбавляет весельем и драйвом программа «Наша молодежка». Первое знаковое мероприятие «МХЛ» в новом году «Кубок поколения» прошло на ура. Об игре, хоккеистах и праздничном настроении в рубрике «Щелчокнутый матч». Каждый год молодежная хоккейная лига устраивает большой хоккейный праздник для первенства – «Кубок поколения». Лучшие игроки западной и восточной конференции собираются вместе, чтобы помериться силой на льду и показать характер. Показывают еще как. Эмоции в таких матчах зашкаливают. Но это не шоу. Это настоящая битва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Небольшой хоккейный город в Катарстане, Альметьевск, показал свою гостеприимность на 100%. Хорошая погода, полные трибуны болельщиков и отличная организация. И все потому, что это важно для региона. Очень рад приветствовать таких великолепных, как говорится, заслуженных людей, которые впервые, например, на город приехал Владимир Владимирович Юрзинов. Мы очень довольны. Его очень здорово. Уже вчерашнего дня уже идет, второй день уже идет мероприятие в рамках, значит, «Кубка поколения». Это первый день, значит, Владимир Владимирович провел целый день семинар для наших тренеров. Тренеры у всех глазах горят. Очень довольны, очень приятные, хорошие события, которые, как говорится, обязательно даст еще дополнительное развитие хоккей в нашем регионе. Программа «Кубка поколения» была насыщена. Мероприятия начались уже накануне. Владимир Владимирович Юрзинов традиционно провел тренерский семинар. Акция «МХЛ детям» в очередной раз порадовала подрастающее поколение. Хоккеисты Альметьевского спутника и актеры сериала «Молодежка» посетили общеобразовательную школу-интернат. Во-первых, и позитив, и нам хорошо, там подарили медведя татарского. Повезу его в Москву, он будет со мной спать. Вот, все очень позитивно на самом деле, главное со светлой энергетикой. И детишки все обаятельные, живые. Прямо так пообщались, энергетически обменялись. И все, мне кажется, остались довольны, да? Мне лично было очень хорошо. Да, мне кажется, прекрасно, что очень добрый состав педагогический. Мне кажется, они с такой гордостью о школе рассказывают, что, мне кажется, они искренне любят это место. Это самое главное, что сюда вкладывается, помимо финансовой помощи, что тоже немаловажно, еще какая-то человеческая любовь. Но, безусловно, самым главным пунктом программы был сам матч за Кубок Поколения. Снова на зрителей обрушился шквал эмоций и неожиданных поворотов. Интригу хоккеисты Востока и Запада сохранили почти до самого конца. Практически весь третий период счет на табло был неизменен. 3-3. Но буквально за пять минут до конца Артем Смирнов забросил шайбу в ворота Востока. Она и стала победной. Замечательный праздник. Действительно, опять аншлаг. Опять не было свободных мест, даже люди стояли. Ребята держали интригу почти до самого конца игры. Я очень доволен. Прекрасный праздник. И хочу сказать, что вот игра показала, что действительно и Запад, и Восток очень сильны. И, конечно, хоккейное будущее у нас замечательное. Очень эмоциональный матч. Я думаю, болельщикам очень понравилось. Сначала мы повели, потом команда Востока отыгралась, повела в две шайбы. Потом опять мы. И прям концовка такая тоже эмоциональная. Я сам даже не могу поверить, столько эмоций давно не переживал. Добавляют форы то, что вы выиграли на Востоке, а вы Запад. Ну да, и это, в принципе, чувствовалось и болельщиками, и даже где-то судьями. Но мы обыграли и всех, и поэтому мы чемпионы. Сборная МХЛ «Красные звезды» вернулась из США с победным настроением. Парни боролись и проявляли характер в каждом матче против североамериканцев. Хоккеистов молодежки ничем не напугаешь. Ни возрастом, ни габаритами, ни даже паранормальными явлениями. Призраки Коннектикута и бесстрашный нападающий белых медведей Артем Сиванькаев. В рубрике «Зарядка». Известный фильм ужасов «Призраки» в Коннектикуте начинается с фразы «У каждого дома есть своя история». Вот и нападающий белых медведей Артем Сиванькаев, который принял участие в традиционном североамериканском турне со сборной команды МХЛ «Красные звезды», тоже нашел в Коннектикуте дом со своей историей. Экскурсию ему провел давно живущий в Штатах тренер Вадим Наумов, чемпион мира по парному фигурному катанию. Вот, Артем, это одно из самых старинных зданий у нас в Симфере. Построено в 1780 году. В 1800-м ему сожгли индейцы. Это тла. Но быстро установили, потому что это был торговый путь между Босфином и Олбенем, и здесь люди отдыхали. Вот путь из Харфорда сюда за него придут на один день. И отдохнуть, перекусить и выспаться. Вот эта таверна, где вот выпла построена здесь. В этой таверне произошло одно очень страшное событие. Прям страшное? Да, и поэтому существует легенда об этом здании. Так что мы сейчас пойдем внутрь, и я тебе там расскажу. Хорошо. Иногда я видел на втором этаже около женского туалета. Туда мы и попробуем добраться. И вот однажды муж вернулся пораньше. Нежданно-негаданно застал в постели своей жены-любовника и в порыве страсти взяв топор, бил жену, зарубил обоих. И с тех пор говорят, что призрак этой женщины часто виден в отражениях в зеркалах. Присутствие призрака в зеркале женского туалета нападающему белых медведей доказать не удалось. Все-таки это дамская комната. Но дверь странным образом открылась сама. А вот и портрет убиенной Абигейл. Дама вроде милая, но кто ее знает, добрая она призрак или нет. С этими мыслями Артем Сиванькаев вернулся в гостиницу к команде. Хоккеисты объединенной команды МХЛ «Красные звезды» Ильдар Шексадаров и Кирилл Воробьев – друзья не разлей вода. Вместе живут на сборах, вместе собираются на тренировку, вместе обедают, ужинают, в общем, все делают вместе. А легко ли это? Откровение, правда, о мужской дружбе в рубрике «Молотобойцы». Мы играли в одном клубе, естественно, «Красная армия». Потом поехали, нас вызвали обоих за сборную. Целый год ездили в сборном месте, жили. Сейчас нас вызвали в «Рэдстарс», мы вместе в «Рэдстарсе» живем. Ильдар уже просто… Вот так вот меня и Кирилл надоел. Да. Просто сначала Ильдар был здесь, потом вот так вот. Уже вот, знаешь, ты уже… Ну, как говорится, сначала Кирилл – братан. Нет, сначала братишка, потом братан, потом дружище, потом приятель, потом знакомый, потом просто знакомый. Все. Ну, лучше прекратите сразу вот съемку, обрежься и дальше продолжим. Это уже просто вот мозг надо вот так открывать и менять. Просыпаешься и думаешь, господи, как я достал уже, помолчая. Вот тебе уже сли уже снятся, то, что ты вот прилетаешь уже. И все, у тебя его нет. Слава богу, мы уже разные команды играем, а? Тут просыпаешься и вот видишь, что ты его лицо вот это… А, и вот идешь, сам и просыпаешь, хочешь умыться и шикстер. А, робот, что, не спишь уже, что ли? Мы были в Нью-Йорке, в Бостоне. Где кормили белочек. Куда-то отметьте, что мы кормили белочек. Да, в Бостоне мы были в парке, кормили белок. Второе, кто хотел, чтобы было прикольно, на самом деле. Вот, но… Да нет, в принципе, эмоции положительные. В Нью-Йорке нам понравилось. Нет, конечно же, игроки, они более такие, как… Ну, любят задрать. Да. Ну, не задрать, а спровоцировать. Новое слово, вообще. В общем, они бились, играли в салагу, было довольно тяжело. Но ничего, мы справились. И вспомнить мы убедили. Да, мы убедили. Там был сделан супер-булит. Всполнение Артема Сиваникаева. А, ты куда? Есть! А можно мне это еще вот так вот, вот эту убийцу, убийцу и показать? Вот, вот так. Что-то, блядь, что-то за руку чешется. А вы не подскажете, а где это, как его? Ужин где-то там? Туалет на ужин вон там. Мне кажется, по-моему, вон там. Январский мороз заставляет быстрее двигаться на тренировках и играх. От этого галы еще красивее. Супер-моменты и супер-реализация в рубрике «Арт-Обстрел». «Арт-Обстрел» «Арт-Обстрел» Наша молодежка прощается с вами до следующего выпуска и обещает снова подарить солнечное настроение. Напоследок супер-сейвы в рубрике «Шлагбаум». Пока-пока. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok